здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на канале одесской кухни сегодня мы будем готовить замечательно летние синие блюда которая называется фаршированный перец как всегда рецепт будет оригинальным как всегда будет вкусно прежде чем перейти непосредственно к рецепту хочу вам рассказать короткий одесский анекдот представим себе одесса рынок привоз покупательница спрашивают у продавца рыбы скажите пожалуйста а у вас есть документы на эту рыбу на что продавец парирует вам что показать свидетельство о смерти для приготовления этого блюда нам понадобится полкилограмма мяса какое можно выбирать мясо обычно берут либо телятину либо жирную свинину частности можно взять шейную часть полкилограмма сырого риса в отношении риса лучше всего подойдет круглый рис или вот в частности я использую риска малина он практически ничем не отличается примерно на минут на пару минут дольше варится 3 килограмма болгарского перца 2 средние луковицы 2 большие морковки и 800 грамм томатов свежих а также традиционно соль сахар подсолнечное масло добавляя также два маленьких пучка петрушки либо один пучок петрушки но большой петрушка в данном блюде нужно для максимального раскрыта ароматов и вкусом для приготовления начинки для фаршированного перца нам понадобится еще две-три ложки томат пасты и еще специи опять же специи по вкусу я использую специи молотый черный перец кориандр и зиму этого достаточно сейчас поговорим о 5 секретах 5 ярких секретах приготовления вкусного фаршированного перца и так секрет 1 касается того как правильно нужно использовать мясо обычно хозяйки когда готовят фаршированный перец мясо перемалывают через мясорубку это этого делать не нужно чтобы мясо чувствовалось что есть в этом блюде что блюдо было максимально вкусными сбалансированным мясо нужно именно нарезать берем таким нарезаем кубиками примерно пол сантиметра на пол сантиметра это будет достаточно разрезаем долю филейную часть прям толщиной сантиметр разрезаем долю на полоски ну и затем нарезаем конечно скажите вы полкилограмма мяса резать это же много времени уйдет конечно много времени но если вы хотите чтобы фаршированный перец был максимально вкусным это нужно сделать и сделать обязательно как мы с вами догадались для того чтобы получился идеально фаршированный перец для этого нужно в первую очередь идеальная зажарка зажарка начинается с нарезки мяса конечно как вы видите на картинке мясо теплое оставившие она полежала в тепле и для того чтобы его довольно быстро нарезать нужен хорошо острый нож есть тут одна хитрость интересная для того чтобы легче было разрезать мясо его нужно когда достаете из морозилки или предварительно нужно заморозить и когда наполовину разморозится тогда нарезать очень легко публика нарезается практически как по маслу чего начинаем делать зажарку начинаем делать с того что нужно зажарить мясо для этого берем вот такой казанчик на 6 литров вот наливаем туда 100 200 миллилитров подсолнечного масла здесь есть одна тонкость если мясо жирная как свинина дальше иная часть тогда 100 миллилитров достаточно если мясо постное в данном случае телятина тогда нужно добавить где-то 200 миллилитров подсолнечного масла не жалеем много добавляем профилактируем традиционно пригорания то есть мы подсолнечное масло полностью распределяем по поверхности казанчика секрет 2 заключается в том чтобы в начинке фаршированном перцу было достаточно жирности либо это будет в виде подсолнечного масла либо это будет в виде подсолнечного масла и и шейной части свинины то есть жира должно быть достаточно тогда и рис будет рассыпчатым и приятно будет употреблять дегустировать это вкусное блюдо и так предварительно раскаляем казанчик и кладем мясо которое мы до этого нарезали если будете мясо нарезать если будете мясо нарезать мороженое то можно конечно же ему после всего дать разморозиться где-то течение часа полутора в тепле то есть мясо непосредственно когда мы бросаем кипящее масло должно быть он так и дату жарим на среднем огне можно даже поставить чуть больше среднего и делаем это на протяжении 10 минут скорее то что это телятина мясо гораздо жестче чем свинина поверьте этого будет достаточно где-то через пять минут добавляем добавляя специи какие-то столовая ложка без горки в равном сочетании кориандр зира и молотый черный перец как раз в этом блюде специи нам максимально помогут раскрыть и фактуру и структуру и вкусовые качества мяса тщательно перемешиваем 5 минут мясо у нас уже прожарилась оставляем еще пять минут следующем у нас полет казанчик лук 2 средние луковицы разрезаем предварительно разрезаем на кубики и запускаем казанчик все чтобы мясу там не было скучно и тщательно перемешиваем и оставляем еще томиться примерно на 10 минут после лука в очередь в казанчик выстроилась морковка берем две крупные морковки и натираем на все морковь у нас готова и она сейчас пойдет в гости мясу и луку и тщательно перемешиваем все это нужно вместе томиться тушиться даем этой смеси протушиться 10-12 минут прошло положенных 12 минут одновременно дальше мы кладем эту смесь пол килограмма риса предварительно что мы делаем с рисом промываем под проточной водой несколько минут смываем поверхностный крахмал и благодаря этому рис меньше будет слипаться во время варки самого блюда кроме риса добавляем также две ложки томатной пасты ладно первый пошел вторая кладем полторы ложки соли и полторы ложки сахара в отношении соли все решается индивидуально и в каждой семье принятые свои количество нормы соли поэтому сама по себе заправка для фаршированного перца должна быть немножко пересолена на вкус фаршу нужно будет охладиться вот такой должен получиться фарш после того как мы перемешали и вместе протушили пять минут фарш укладываем в холодное место и даем остыть на протяжении это полутора двух часов пока у нас фарш отдыхает я вам сейчас расскажу какими двумя способами можно подготовить перец ну первый способ поддеваем берем за черенок поддеваем большим пальцем достаем вместе с семечками и выбиваем семечки это первый способ второй способ который можно сделать он как раз годится для тех случаев когда черенок обломан или обрезан берем небольшой ножик обрезаем вокруг кстати очень легко делать многие кстати только так и дело это же мы достаем достаем отходы с перца семена и все готово и так мы делаем с тремя килограммами перца следующим того мы нарезаем помидор пока это делаю до помидоры для чего мы нарезаем мы для того чтобы в этой жидкости эти фаршированный перец тушилось на протяжении полутора двух часов делся это очень просто разрезаются две половинки один берем 2 помидор и дальше натираем опять же на крупной терке пока я натираем хочу рассказать свежий одесский анекдот приезжает как-то в одессу известный во всем мире абстракционист и проводит свою выставку приходит на эту выставку одессит мойша ходит 5 минут 10-15 входит и возмущается где этот художник где этот художник художник услышал что его ищут говорит ну я художник может спрашивать это вы нарисовали эти картины да я здесь же ничего не понятно на ритмом что непонятно ну давайте подойдем ближайшие картине давай вот что из нарисован здесь нарисован кролик зайчики природы такие же больше говорит какие же это природа какие же это кролики зайчики тоже сплошные кружочки квадрате геробики я художники я так вижу ты так видишь да я так вижу но так тебе и надо полтора часа ты медного ожидания прошли теперь переходим уже в завершающей части прежде чем не перейдем я бы даже сказал во время перехода еще раз расскажу о тех секретах собственно благодаря которым получается настолько максимально вкусный фаршированный перец первое первое что нужно взять на вооружение мясо нужно нарезать нарезать именно кусочками второе должна быть соблюдена фарша жирность это либо жирное мясо 100 миллилитров посолочного масла либо нежирное мясо и 200 миллилитров посолочного масла третий секрет рис нужно брать сырой вот если мы разберем сырой то это блюдо будет максимально вкусным четвертый секрет добавление петрушки не ни одна зелень не раскрывает настолько вкусы этого блюда как это делает петрушка и пятый секрет я вам расскажу немножко позже прежде чем расскажу пятый секрет расскажу еще одну тонкость учитывая что рис сырой он будет еще развариваться поэтому мы перец заполняем примерно на 60 процентов фарша он когда разварится вам полностью будет заполнен максимально и так фаршированный перец пока в своем виде готов какие еще есть тонкости при приготовлении этого блюда на данное количество ингредиентов нужно взять где-то два казанка по 7 8 литров желательно вообще идеальный вариант когда мы выкладываем перец одним слоем тогда он будет весь одинаково сварен если выкладываем несколько слоев и естественно мы будем определять готовность по верхнему слою готовности нижний будет немножко переварен поэтому если вы хотите получить максимально идеальный рассыпчатый фаршированный перец рассыпчатым рисом то желательно в казанок выкладывать перец в один ряд итак переходим пятому секрету берем помидорный сок который образовался в результате натирания помидорной терки разбавляем один к одному вместе с обычной кипяченой водой добавляем образовавшую смесь из расчета на 1 литр то есть пол литра помидорного сока пол литра кипяченой воды добавляем без горки маленькую чайную ложку соли маленькую чайную ложку сахара перемешиваем все пятый секрет пятый секрет это заправка прошлом перца пятый секрет мы с ним разобрались затем аккуратненько заливаем по краям заливаем по краям заправку жидкость которой будут томиться перец примерно должна быть 1 4 от высоты самого перца дальше ставим на огонь доволен до кипения накрываем крышкой ставим на минимальный огонь и даем этому блюду томиться примерно час полтора чтобы перец был полностью сварен во вторых один из один из признаков готовности фаршированного перца является то что сваренный рис рассыпчатый и перец визион имеет наружную пленку он легко отделяется вот это эти три признака полностью готова фаршированного перца и так перец закипел мы накрываем крышкой и оставляем томиться примерно час полтора а вот и готовый наш деликатес давайте попробуем что же у нас получилось боже мой он такой вкусный если у меня была такая возможность я бы сейчас себе поставил бы два лайка и и три раза подписался но к сожалению это запрещено политиками youtube и а вот телезрителям не только можно это сделать но даже нужно даже показано итак дорогие друзья мы с вами на канале одесской кухни приготовили очередной деликатес под названием фаршированный перец если блюдо понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал канал одесской кухни и перешлите ссылочку на это видео всем своим лучшим знакомыми друзьям удачи приятного аппетита